Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вами, что происходит у вас. Вы пишите, я и так не очень уравновешен, и меня еще специально доводят и бесят родственники. Вот то, что вы называете себя неуравновешенной и так, с чем связано? Почему вы неуравновешенны? Почему вы и так нервны? С чем связано то, что вы постоянно, получается, нервничаете, постоянно, получается, переживаете и постоянно, получается, значит, пребываете в тревожном состоянии. Ну, тревожном состоянии для себя. С чем это связано? То есть вы же понимаете, что в данном случае речь идет именно о ком. А ваших родных, которые ведут себя к вам как-то негативно, нежелательно, да, ну, как вы описываете. Но при этом у вас за самой и без родных, видимо, есть какие-то проблемы, определенного рода проблемы. То есть вы почему-то, вот, неуравновешенны. Значит, а что мешает быть равновешенной вам, уравновешенной вам? Это первый и важный вопрос. Дальше. Меня специально доводят и бесед родственники. Надюб. Откуда у вас такая информация? Почему вы считаете, что они вас именно специально доводят? Почему вы считаете, что они вас специально достают, специально как-то вот, ну, вызывают на негатив, да, и так далее. Вот. Почему так? Вот. С чем это связано, да? Почему вы считаете, что специально они? Почему вы считаете, что они это делают вам назло? Зачем им это? Дальше. Значит, они незаметно провоцируют меня на беседуство и злость. Опять же, пишите вы. То есть вы, как бы, соглашаетесь с тем, что родственники вас провоцируют на злость. То есть они не вызывают у вас злость как таковую, а провоцируют. То есть злость у вас есть и так. Как бы и без них у вас есть злость. А они просто провоцируют вас на эту самую злость. Возникает вопрос тогда, а если у вас злость есть и так, то чем она вызвана? Чем вызвана ваша злость, если она у вас есть и так? И ответ на этот вопрос, по моему мнению, связан с неудовлетворенностью вами, собственной жизнью. Собой, своим местом в жизни, своими достижениями, своими успехами, своим положением, своим поведением. Как бы, своей значимостью для, ну, для других людей. Вот. То есть у вас тотальная неудовлетворенность. И в этой неудовлетворенности вы, как это, не странно, вы вините своих родных. Ну, они, может быть, и несут ответственность за что-то, связанное с вами. Но вы за свою жизнь в любом случае отвечаете самим. Если вы говорите, что вы 7 лет не выступаетесь, ну, я, конечно, не знаю, вы довольно мало о себе информации здесь пишете. Но, если вы не выступаетесь 7 лет, то, соответственно, вы, наверное, уже взрослая, совершеннолетняя. А если вы совершеннолетняя, то почему вы до сих пор живете с родными, родными? Ну, у родных, у них своя жизнь, у них свои какие-то дела, свои увлечения, свои, в конце концов, там, задачи, потребности, цели и так далее. Почему вы живете с ними? Не это ли является причиной вашего негативного состояния? Не это ли является причиной того, что вы злитесь? Не то, что вы уже относительно взрослые, да, а до сих пор вынуждены жить со своими родными. Ну, так, тогда нужно посмотреть на себя. Нужно посмотреть на себя, на то, что делаете вы. На то, чем занимаетесь вы, на то, как вы проводите свою жизнь, как вы проводите свое время, как вы актуализируете свои ресурсы, свои силы, свои способности, свои возможности и так далее. То есть, вместо того, чтобы переживать по поводу самых, которые еще не факт, что нацелены против вас. Ну, просто потому, что это может быть ваша субъективная такая вот оценка происходящего. Стоит подумать о себе. О том, что вы можете сделать для себя сейчас. Здесь и сейчас. И вот это будет для вас самым правильным вариантом. Далее. Значит, я стал очень нервный. Ну, потому-то я полагаю, что вы не удовлетворены. Подскажите, пожалуйста, племянница громко топает, когда я сплю. Тучит коленом в стенку с утра якобы случайно. Точка будет. Точка. Сосед ржет внизу. Будет каждое утро. Точка. Я не высыпаюсь уже семь лет. Точка. Хлопают окном дверями. Точка. Я ненавижу шум. Точка. Я хочу покоя. Точка. Меня реально достали. А, подсказать-то что? Понимаете? То-то вы ненавидите шум, то-то вас раздражает. Это ваша реакция на него. Мы, как бы там ни было, живем, ну, в реальном мире. Мы живем в реальном мире и с людьми. И к шуму надо относиться спокойно, как минимум. Ну, и шумят. Ну, и что? И кто вам мешает, например, затычка в уши вставить. Или кто вам мешает договориться с, ну, вот, с этими людьми. Чтобы они вам не мешали спать. Например. Какой у них мотив, чтобы вас не беспокоить? Какой у них мотив, чтобы вас не тревожить? Какой у них мотив, чтобы не доставлять вам хлопот? Подумайте об этом. Что вы можете сделать? Опять-таки. Чтобы. Ммм. Чтобы. Они вам не приставали. Вот. Подумайте об этом. Что бы вы могли сделать? Как вы могли бы себя повести? Как вы могли бы себя поставить? Чтобы. Чтобы. Они. Эти люди. К вам не приставали. Чтобы у них был стимул в этом сделать. Если вы живёте с ними. Вот. Ииии, подумайте для себя. Вот. Как бы. Чё-то. Если вы хотите покоя. Да? То, ну, вот у вас такая громкая семья. Ну, есть такие. Есть. Эм. Такие. Ну, громкие люди. Они. Действительно. Шумные. Если вам. Хочется. Что бы. Было. Было. Спокойно. Ну, так. И нужно. Обеспечить. Это. И требовать это нужно не от них. А. От себя. Это же вам нужно. Правильно? Ну, так вот. Если это нужно вам. Так и. Подумайте. Что вы можете сделать. Для того, чтобы. Для вас это стало реальностью. Зачем же. Перекладывать. Перекладывать ответственность. Себя на других. То есть. Возьмите ответственность за то, чего хотите именно вы. Дальше. А. Я посещала психиатра. Пила. Таблетки. Помогали. А. По какому поводу посещали психиатра. От чего пили таблетки. А. Помогать. Полно. Супер. Отличное настроение. Но поменялся психиатра. От меня таблетки вообще. Сказал, что-то на них подсело. Как на наркотик. Учить. Теперь без таблеток. Жить. Ну. Психиатр. Вам. Не мог. Так. Эээ. Сказать сам, что. Эээ. Таблетки вам начали не просто так, а. Ну. В купе. Эээ. Лечение. Каким-то. Еще. То есть. Это не так просто, что вот. Взяли. И. Эээ. Начали. Таблетки употреблять. Употреблять. Да. Только. И. Эээ. Все. Нет. Таблетки используются для. Введения вас. Введения вас. В. В. Состояние. Такое. Эээ. Эээ. Когда. Вы. Могли бы быть. Восприимчивым. Восприимчивый. Или. Восприимчивым. Эээ. К. Терапии. К тому, что говорит вам. Эээ. Психолог. Да. К тому, что он вам пытается. Донести. Ну. Что он. До вас. Пытается. Донести. Понимаете. То есть. Таблетки. Сами. Сами по себе. Не лечат. Они просто. Поддерживают. Эээ. Человека. Ну. Вот. В этом. Состоянии. Состоянии. Восприятия того. Что ему говорят. Но. Они не могут. И не должны. Полностью. Избавлять. От. Вашего. Собственного. Ну. От. Ваших. Проблем. Как. Как. Их. Правильно. Вам. Эээ. Сказал. Ваш. Эээ. Психиатр. Нельзя. Принимать. Постоянно. Это. Действительно. Вредно. Эээ. Действительно. Вызывает. Ммм. Привыкание. А. Привыкание. Продождает. Зависимость. А. Зависимость. Вам. Ну. Мне кажется. Не нужно. Не нужна. Проблем. Каких-то. Помим. Помим. Тех. Что. У вас. Уже. Есть. Я думаю. Нет. Поэтому. Тут. Нужно. Разбираться. Какое. Лечение. Вам. нам. Назначали. Навыль. Чего. И так. Далее. Я не могу. Я, как загнуты в угол зверя. Очень тяжело. Что делать? А. Ну. Разбираться с психологом. Из-за чего. Такое произошло. Как так получилось. А. А. как вы оказались в этом состоянии, от чего лечитесь, какого рода реабилитацию предполагает ваше заболевание. Вот. То есть, в зависимости от вашего заболевания, тот же психиатр вам должен назначить психотерапевтическое лечение, соответствующее, потому что, ну, только таблетки вам не помогут. Надеюсь, что этот момент вы для себя постараетесь понять и принять, потому что, ну, вот, как вы описываете это сейчас, как вы, вот, ну, доносите это сейчас, получается, что вы вообще ничего не делали, вот, совсем, для того, чтобы своё состояние как-то изменить к лучшему. и, соответственно, вопрос тогда к вам. Так, а, может быть, вы и не хотите ничего менять, может быть, вас всё устраивает, может быть, вам нравится это состояние, раз вы и не делаете ничего. То есть, здесь уже, знаете, вопрос мотивации. Если вы из этого состояния выйдете, то вы перестанете иметь возможность, например, обращаться к нам за помощью, спрашивать нас о чём-то. Понимаете, да? Вот. То есть, вопрос вашего желания работать над собой. Понимаете? И, судя по тому, как вы говорите, что я и так неуравновешенна, то есть, я неуравновешенна и виноваты мои родственники, ну, я полагаю, что здесь начинать нужно с самого начала, то есть, с принятия личной ответственности за то, что происходит в нашей жизни, без обвинения кого-либо. Потому что обвинения кого-либо ни к чему хорошему не приведут. Вообще, совсем никогда. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!